Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! В сегодняшнем ролике я покажу небольшой видеообзор тех растений, которые я получила ранее, в этом году, из посылки номер 1. 28 апреля был видеоролик о распаковочке этой посылочки. Если кто-то не смотрел, я оставлю ссылочку на эту распаковку в описании под данным роликом. И при желании вы можете пройти и посмотреть, какие растения мне приехали, в каком состоянии, как все это выглядело. Ну а сегодня, спустя месяц с небольшим, я проведу анализ того, как растения проходят адаптацию. Покажу, как они сейчас выглядят, кто выжил, кто не выжил. И вообще, какие происходят изменения с растениями на протяжении определенного момента времени, месяц чуть с небольшим. Начну обзор с фаленопсисов, и именно вот с этого фаленопсиса, фаленопсис сандериана. Хорошо бы посмотреть было на тот момент, когда я их распаковывала, как они выглядели, для того, чтобы представлять, какие изменения произошли за этот промежуток времени. Вегания моя набрала тургор листиков. Листики сейчас выглядят хорошо, но имеют они вот такой паникающий вид. И ей еще предстоит еще маленечко поправиться все-таки. Но, несмотря ни на что, она выдала молоденький листик. Вот он выталкивает весь мусор из серединочки. Листик красивенький, с загарчиком. Вот такой красавчик. Также она выдала молодой корешок, который вот таким носиком устремляется вглубь посадочки. Очень радостное событие такое веселенькое. Радостно и приятно смотреть, когда новые орхидеки так себя ведут. И с этой стороны тоже имеется новый корешочек. Я не буду дальше лезть в посадку, чтобы ни в коем случае ничего не стронуть и не нарушить его рост. В посадке, как помните, показывала я посадку этих растений. Я добавляла лесной мох, кокосовые чипсы. Подробнее тоже можно смотреть видеоролик. Ссылочку на него оставлю в описании. Ее корешочки, с которыми она ко мне приехала, остались и выглядят тоже вполне замечательно. За это время я несколько раз поливала данные растения. И полив я вам покажу чуть позже, возможно даже в отдельном ролике. Потому что не раз просили показать самый первый полив растения. И вот на других вновь пришедших растениях я обязательно вам покажу самый первый полив. Следующий фалинопсис, это фалинопсис вегания, гибрид шалерианы и стюартианы. Выглядит вот так. Помните, пришел с маленьким сморщенным листиком, который вот настолько как раз выглядывал. Вот она есть, эта отметочка. За месяц листик отрос на целый пальчик практически. И показал свой узорчик. Вот здесь очень красивый рисунок на листиках. Листья тоже пришли в тургор. И корневую систему можно посмотреть. Здесь есть новый такой побег от корня молодой. И он тоже устремился вглубь посадочки. И также вот с этой стороны есть корешочек, который спрятался под кусочек коры. Точно так же я тревожить ничего не буду. Видно, что растение чувствует себя довольно-таки замечательно. А в горшке здесь вот такая картинка. Очень радостно смотреть на такие корешки. Еще раз повторюсь. И порой они радуют больше даже, чем листья или цветы. Вот так оживают корешочки. Продолжают свой рост. Начинает прорастать мох потихонечку. И вот так здесь экосистема у него уже своя сложилась. Все в этом горшочке замечательно. И растение пошло в рост. И два следующих растения. Заказала я одинаковые. Продублировала себе. Это Шалериана Мани Блэк. Или Бронз Майдан, как по-другому называется. Вот так это растение пришло ко мне с заломным листом. Так вот этот кончик и продолжает сохраняться. К питанию к нему практически не поступает. Но вот эта часть растения, она налилась. Стала очень упругой. Листочки я всем протерла. Обработала от насекомых. И листики поправились. Стали жирненькие. И в серединочке тоже на днях показался уголочек молоденького листика. Вот так очень красиво смотрится. И в горшочке. Вот так выглядит грунт в горшке. Видите, все очень воздушная посадка. Большие воздушные карманы моховые. Вот эти веточки, елочки. Начинают исправляться и подниматься кверху по стенке. Все это очень хороший признак. И по цвету коры видно, что посадка не сухая. И я прокручиваю горшок. И вот там в глубине вам возможно и отсвечивает, и плохо видно. Виден корешочек. Молодой кончик корешочка. Влажненький такой, хорошенький. И с этой стороны вот такая вот картинка. Растет гораздо такой толстый, хороший, новый корешок. И там тоже пробивается судака этой стеночки. Из глубины свежий корешочек. Растенец адаптацию проходит нормально. В принципе, я бы даже сказала, легко. Никакого процесса перебаливания. Сильного такого, затяжного у них нет. Но сейчас весна. Я хочу акцентировать внимание на том, что весна это хороший помощник. И это хорошее время для заказа орхидей. Орхидеи полученные весной. Если это свежая поставка продавцу от поставщика. Если они приходят здоровые, без наличия каких-либо заболеваний изначально, то все будет проходить гораздо успешнее и быстрее, чем заказ, сделанный в какое-либо другое время года. Данные растения я ничем не сдабривала. Кроме того, как я показывала в своих видеороликах. Это после распаковки, замачивания и обработка. Вот только те препараты, которые были применены. Они были применены единожды. И больше ничем свои эти растения я не шпиговала. Вот как они есть. 14-часовой у них световой день. Растут исключительно под искусственным освещением, под лампами на стеллаже. И я имею вот такой результат. Рассмотрим второе растение подобное. Это дублик, который пришел с цветоносиком. Цветоносик не развивается. Я так думаю, что возможно он даже отомрет. Но сами листики помылись, почистились, обработались. Стали красивыми. Приобрели тургор. Видите, листик уже больше не гнется, не загибается, как вялый такой. Имеет очень хороший тургор. Упругий такой листочек. Видимых изменений каких-то здесь у этого флинописа сверху нет. Но в горшочке есть вот такие вот проблески радости. Видите, я их называю. Вот он выглянул и сплющился и устремился к верху. И здесь то же самое. Вот такой длинный, свежий рост молодого корня. И вот здесь горшочек влажный. Вот мне хватило пару поливов за это время. При влажности варьируется от 45 до 55 без всяких приборов, повышающих влажность. На улице потеплело. Открываем окна на проветривание. И уличная влажность проникает в помещение. И держится вот на таких показателях. 45-55% влажность. И вот такие вот дела с адаптацией флинописов. Целый месяц прошел и вот такие результаты. Иной раз таких результатов приходится ждать очень-очень долго. Но повторюсь, не пытайтесь шпиговать свои растения какими-то адаптогенными препаратами. Более одного раза в месяц тем более. И не пытайтесь вновь полученные растения удобрять. Удобрение вообще нежелательно. Может быть даже в течение полугода. Но вот с такой посадкой, которую я сделала, той закладкой, которую я показывала, удобрять я их не буду. Даже, пожалуй, целый год. Здесь питательных элементов, питательных веществ огромное количество. И запас у неразвитой корневой системы тоже огромный. Это пространство этим растениям еще осваивать и осваивать. И достаточно тех питательных элементов во мхе, в коре. Эти флинописы могут спокойно расти и развиваться довольно-таки долгий период времени. Но повторюсь, первое время не удобряйте свои вновь полученные растения. Сто процентов можно получить обратный эффект. Эффект замирания, эффект ступора. И если хотите, чтобы ваши растения развивались и адаптировались так же быстро, как и мои, то прислушайтесь к моему совету и не используйте удобрения. Хотя бы в течение первых шести месяцев после того, как в вашем доме появилось растение. Очень часто так же мне поступает вопрос, то, что вот купила, чем бы мне его теперь побрызгать. Вот все как в своих роликах советую, так и есть. Так же пишут уже, не первый раз читала, что, наверное, вы что-то скрываете. У вас очень быстро, хорошо развиваются растения. Что-то скрываете. Наверное, есть какой-то секрет. Секрет очень простой и как раз он заключается в простоте. Что не нужно ничем, в первую очередь, не нужно ничем шпиговать растение. Вот вы его получили. Как делаю я? Получила растение. Обработала, замочила в адаптогенах, замочила в стимуляторах роста. В каждом видеоролике практически я это показываю. И все. Оно получило, те питательные вещества, тот стимул для того, чтобы ему как-то подкрепиться. Остальное все сделает свет. Свет и время. И вот видите, вроде бы для вас это как бы одно мгновение. Для меня тоже очень много всяких дел. И время летит, сейчас особенно сезон огорода. Время летит моментально. Пролетел месяц и я имею вот такие вот результаты. Небольшие. Но месяц для нового растения это очень-очень хороший результат. Ну, как можете видеть, здесь в этих рядах нет одного фалинопсиса. Сам фрагмент видеоролика, который я снимала на тот момент, когда это растение у меня было, я вставлю. Кажется, что этот фалинопсис я потеряла. Это Dragon Trigal. Но сами видели, что пришло оно ко мне, конечно, в таком удручающем виде. И как можно видеть, листики очень-очень у него жухлые. Растенька тоже пыталась гнать цветоносик. Берочка. Фалинопсис Dragon Trigal. И вот так выглядит его корневая система. Корни всморщенные, подсохшие, сухие, пропавшие корешки. Здесь тоже корешок пустой. Сразу можно видеть. Здесь тоже корешочек пустой. Ну, в целом, вроде бы, растенька такая жизнеспособная. Бывало, что такие растения я уже получала. В этом ничего страшного нет. Данное растение можно отпоить. Я, конечно, оптимист до последнего. Но здесь, мне кажется, что уже все. Началось все буквально через два дня после посадки. Началось вот с этого цветоноса. Его сейчас даже не видно. Но на самом деле вот он есть. Вот от него остаточки. Вот этот хвостик. Видите, насколько он усох. Он потемнел, почернел. И, в общем-то, вот это вот состояние, оно пошло выше-выше. Поднялось на этот лист. Вот лист отсох. Сейчас вот я тронула этот горшок, и он отвалился перед съемкой. Вот прям. Вот. Ну, я надеялась, что вроде бы вот у этого листика шейка такая плотненькая и хорошего цвета. Ну, и этот лист начал терять торгер. И сегодня я заметила, что вот появилась желтизна. Остался у меня пофиопедилум, который, как вы видели в моем видеоролике, оказался совсем без корней. Посадила я его в такую богатую, хорошую посадочку. Очень хороший грунт ему составила, намудрила компонентов. Но, по прошествию некоторого времени, я заметила, что розетка вторая, он состоял из двух розеток. Вот этой розетки и более старой, цветшей розетки, от которой тоже отходила маленький ростик, маленькая деточка. Их разделила, пересадила вот в такие маленькие стаканчики. И то растение второе с маленькой деточкой благополучно погибло. Обработала я его фунгицидом. Шло какое-то усыхание от корешка. И та розетка благополучно вся пожелтела и как бы усохла. На этой розетке также идет такая же тенденция, но довольно медленными такими темпами. Пересадила я его в смесь камушек. Есть немного архиаты и циафлора. И мелкая архиата. Но пока держится вроде. Желтение прекратилось и немного восстановился тургор. Но тургор он особо не терял, так как у меня нет опыта выращивания. Совершенно нет опыта выращивания подобных орхидей данного вида. Делаю все по рекомендации уже более опытных людей. Кстати, сейчас к слову покажу вот этот пафиопедилум пиноккио. Это мне подарила Любаша. Любаш, привет, если смотришь. Вот он растет. Растет тургор у него хороший. И вот такие у нас уже очень хорошие новости. Тоже Любаша знает, что корневая система была. У него там две волосинки. Так вот они. Я их и наблюдаю. В стаканчике видно. Растет он практически в одних камнях. Немножко мха я ему сюда покрошила. Ну а так в основном одни камушки мелкие. И циафлора. Вот растет. Нарастил уже вот такую розеточку. И еще растет чего-то много-много еще. Думаю, что возможно и это растение оживет. Очень дорогая покупка была. Как она была дорога и в ожидании. И по цветочку я ее выбирала. И также по финансам. Это недешевое растение. Ну вот так все-таки вот эта вот желтизна с коричневыми такими побежалостями. Она сохраняется. Как можно даже было видеть. Он пришел с такими коричневыми пятнышками. И вот они уже даже на самый молоденький листик распространились. Ну я не знаю, как дальше будут обстоять дела. Конечно же я покажу и проинформирую, если будет интересно. И конечно же вот эта огромная целогина тоже тогда приехала ко мне в этой посылке. И ее я распаковала самой первой. Целогин чувствует себя замечательно. Также я про нее снимала ролик. Как я ее поливаю. Просили показать полив целогины. Вставлю тоже фрагмент. Вот наливаю тазик воды и вот эту корзиночку просто погружаю. И вот так она погружается до определенного уровня. Вот так. И стоит минут 20. Мох напитается за это время. И потом я сливаю вот так. Также через все отверстия. Вода прекрасно вся сливается. Мох напитывается. И я вынимаю. Сливаю лишнюю влагу. Корзиночка вся у меня такая. Ажурненькая, дырявенькая. Вот такая. И можно видеть, что вот здесь я заполняла корой. Есть посадка. Оставлю все ссылки. Проходите, смотрите. В описании. И здесь все лесным мхом заложила. Теперь буду снимать с руки, чтобы показать, какие тут ростовые изменения. Сразу после того, как она у меня появилась, прошло не очень много времени, как я начала замечать, что от бульбочек стали отрастать вот такие отростки. Сначала я думала, что это новые побеги, новые бульбы. Но потом я заметила, что их появляется все больше и больше. К тому же где-то здесь был такой засохший, видимо, цветонос. Сейчас я его найду. Вот он здесь прячется. Я так понимаю, что это был цветонос и вот это его остатки. И вот по останкам этого цветоноса я понимаю, что, скорее всего, это тоже растут цветоносы. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, я ошибаюсь или нет. И посмотрите, сколько она мне выдала вот этих вот цветоносов, если это цветоносы. Практически от каждой зрелой бульбы отходят вот эти отростки. Они растут довольно-таки быстренько. И вот за месяц, можно сказать, выросли вот такие отростки с две фаланги пальца. Бульбочки наливаются у нее. И вот такая картина практически от каждой зрелой бульбы. Вот, видите. Даже вот здесь, в самых дебрях, вот они там растут. Эти отросточки. Вот здесь тоже. Вот они везде-везде. Вот так закручиваются к цвету. Висит она у меня тоже на полке. И попыталась я ее вынести на улицу в теплицу. Но что-то меня смутило. Помоталась она там один день. Вот здесь тоже. И передумала я ей устраивать тепличное такое лето. Принесла обратно домой. Обратно повесила на прежнее место. Побоялась, что она сейчас все эти свои росты прервет. И будет печальная картина. Вот. Ну, целогин растет, развивается. Отсохло у нее несколько листьев. Пожелтели, отвалились. Я их сняла. Но выглядит она вполне нормально. Листья стали такие очень упругие, как осод на ощупь. Вот живет, поживает целогин. Тут ожили даже корешочки какие-то можно видеть. Сейчас, если камера возьмет. Вот так оживает корешок. Кажется такой сухой. Но на нем вот такой зеленый кончик образовался. Растение живое. Растет. И все у него замечательно. Ну, и уже повторюсь. Буду дальше держать в курсе. Вот так желтеет листик. Потом он вот здесь у основания бульбочки отваливается. Буду держать в курсе событий. Если это цветение, буду очень рада. Конечно, картина будет очень впечатляющая. Цветение будет грандиозным. Даже если с одного роста появится хоть один цветок. Ростов очень-очень много. Наверное, больше двух десятков. То вот представляете, какая будет картина. Ну, а если это не цветоносы, то у меня будет очень много новых бульб. Так что буду ждать ваших комментариев. Благодарю вас за просмотр. На этом я заканчиваю свой обзор орхидеи из посылки номер один. Благодарю вас за лайк, за подписку. С вами была Татьяна. До новых встреч!